Привет, мои дорогие друзья! Мы рады видеть вас на своем канале. Начинаем с вами сегодня новый влог с самого утра. У нас выходной день, вся семья дома. И я сегодня встала пораньше, я не люблю готовить завтраки, говорила уже неоднократно. Но раз сегодня выходной, думаю, порадую семью блинчиками. Очень давно уже блинчики не готовила. Готовлю сегодня по рецепту на кипятке, ну то есть молоко плюс кипяток. И делаю двойную порцию, потому что вообще планировала, чтобы у меня блинчиков достаточно большое количество осталось. Сейчас хотела немного убрать в заморозку, может быть подготовить начинку творожную, сделать как бы фаршированную и заморозить, чтобы у меня был такой некий запас завтраков на какое-то количество дней. В итоге у меня получилась довольно большая стопка блинов, но все разошлось практически под ноль в завтрак. Поэтому ничего у меня в запас в морозилку не осталось. Рецепт этого теста такой довольно-таки стандартный, я думаю, что его многие знают и многие по этому рецепту готовят. Блинчики, если их правильно печь и правильно приготовить, это тесто получается красивое, румяное, в дырочку. Но, друзья, я уже неоднократно говорила, блинопек из меня тот еще. У меня постоянно с блинами как-то вот не складывается. То тесто как-то не так заведу, что-то думаю не то с тестом, то сковородка как-то не так греет. В общем, друзья, поговорка плохому танцору всегда мешают ноги, это про меня. Ну ладно, как-то кое-как я их, конечно же, все равно нажарила, жарю на двух сковородках. Блинная у меня всего лишь одна и довольно небольшого диаметра, поэтому, ну, чтобы было быстрее, все равно подключила еще сковородку, которую обычно используют для мяса. На ней, кстати, вот тефалевская большая, на ней, кстати, блины получаются гораздо быстрее, гораздо более симпатичные и лучше пропекаются, нежели на самой блинной. Блинная сковородка у меня от Polaris, и она как-то очень медленно прогревается, на ней вот блины прям долго лежат, и я бы не сказала, что хорошо пропекаются, какие-то полусырые получаются. В общем, не очень мне именно для блинов эта сковородка нравится, а так она как бы нормально, что-нибудь другое на ней поджарить вполне подходит. В общем, сейчас я быстро заканчиваю с приготовлением завтрака, всех кормлю, и мы быстренько соберемся и отправимся в торговый центр. У нас Сеня, оказывается, дорос до взрослых развлечений, его уже не интересуют какие-то конструктора, игрушки. Теперь его, оказывается, уже интересуют всякие модные вещички. Я, на самом деле, до сегодняшнего момента одежду ему еще покупала сама, заказывала, ну и, в принципе, я думала, что его все устраивает, по крайней мере, он никогда не высказывал какого-то недовольства. Но, видимо, друзья, я уже не очень разбираюсь в подростковых трендах, мне бы со взрослыми женскими как-то разобраться. В общем, Сеня сейчас выбирает одежду себе самостоятельно, у него было много подарков на день рождения. Все, конечно же, в денежном эквиваленте, поэтому он уже часть покупок совершил через интернет, с Валберес себе заказывал, там, кроссовки, кофту. Ну и у него еще осталась довольно приличная сумма, поэтому мы решили съездить в торговый центр, пусть он там походит, пошопится, купит, в общем, то, что ему нравится. И Леша с малышней пока погуляют по торговому центру, посмотрят что-то более-менее интересное для малышей. Ну а мы с Сеней как раз вдвоем отправимся штурмовать магазины одежды. Ну а после торгового центра нужно будет еще заехать в несколько мест, кое-какие дела сделать. Одежду на Сеню мы смотрим уже, естественно, во взрослых магазинах, в мужских отделах, потому что в детских магазинах на него уже давно ничего нет. Ну вот 46-й, какие-то модельки 48-й размеры ему как раз хорошо подходят. В общем, долго мы ходили, все смотрели, выбирали, в итоге выбрал себе футболку, выбрал себе кофту, и больше, в принципе, ему из того, что ему понравилось, ничего, к сожалению, не подошло. Сеня, конечно, немного расстроился, что больше ничего не смог себе купить и сказала, а пойдемте-ка в магазин игрушек. Мне кажется, это будет хорошо. Как раз, но я говорю, то длинное. Соня, я говорю, со своими бабками целой стопкой из супермаркета из них. Серьезно? Ты хочешь такого полена? Вот такую. А почему полена? Полена, слушай, классная, прямо такая реалистичная. Кукурузинка, я тоже к ней иду. Классная. Ты еще весь стоит. А ты батоны, собаки. Привет! Сеня решила игрушку себе выбрать. Я тоже, друзья, хочу с ней игрушкой. Соня, пойдемте на тобой, чтобы ее посмотрим на сандаре. Детство заиграло у нас. Я бы вот такие вот взяла в садик. Открытые? Да. Ну, мне кажется, в этих жарко. Ну, может быть, не знаю. Я вообще думала, что-нибудь вот такое. У нас там были просто эти кожаные. Они убили их махом там просто. Ну, Соня убила. И они уже маловаты. Ну, я не знаю. А вот такие вот эти, смотри. Тут в них и поустойчивее, и по открытии. Пятка с низком открытой не будет. Они бегают там. Слоняк. Ну, тогда вот такие надо. Ну, разбегают в них. Ну, давай вот такие тогда. Ну, и что вы думаете? Весь магазин мы обошли. Лего-динозавры. В итоге взяли кукурузинку. Соня, ты тоже хочешь? Ну, ты какую-то одну выбери, ладно? Не все. Тут с лялечкой, видишь? А это с собачками. С лялечкой? А мне с собачками понравилось. Такие они классные. Или он такая? Может, такая? Ну, ты уж выбери сама. Вон, смотри, какая красивая. Степке надо еще что-то. Раз Соня взяли. Ленивец? Классный. Ну-ка. Тебе нравится такой? Степа, может, он это лучше? Ну, даже я на него не гляну. Нет, так Степа не пойдет. Динозавр? Вот, динозавр. Нравится? Да. Дайте нам посмотреть большого. Пусть он его потрогает. О, нифига шею у жирафа. Увидите? Офигеть, какой классный жираф. Жирафа надо? Нет. Динозавр. Такой нравится? Давай, выбирай. Такой или такой? Кого? Чугурашки? Покажи, я не вижу. Что? Гнома? Чебурашечек, скажи мне надо, да? Чебурашку? Да. Хорошо. В общем, что купили? Взяли 5 лоточков куриного филе. У меня вообще практически полностью закончилось. Из свинины. Тоже особо выбора-то так-то и не было. Поэтому взяла окорок свиной на кости. Косточку где-то там она вырежу на суп. Остальное пойдет у меня в нарезку. Ну и окорок это было самое дешевое из свинины. Чистая мякоть стоила 500 с лишним рублей. Поэтому, конечно, на гулешины все такое я взяла то, что подешевле. В общем, такой вот окорок на кости был по 275 рублей. Но так как это не то, что я бы хотела, наверное, поэтому я не стала брать много. Взяла буквально вот 2 600. 2 килограмма 600 грамм. Ну, на какое-то время этого хватит. Фарш у нас есть. И мне нужно было купить тушек целых. Разделаю их сейчас быстренько. 3 штучки, в общем, пока взяла. Хорошенькие такие, жирненькие, свеженькие. Ну и дальше уже, знаете, как это обычно бывает. Сразу же начала вспоминать, то закончилось, другое закончилось. Хотя основную массу продуктов сейчас покупаем по меню. То есть, под меню еженедельно. Но что-то где-то все равно бывает меняется. Что-то быстрее заканчивается, чем я рассчитывала. В общем, взяли йогурты питьевые. Это так, импульсивная покупка для детей. Вкусные вот эти йогурты здоровья из предгоря. Это дети перед сном пьют, перед тем, как спать, лечь. Ну, вместо кефирчика иногда берем. Творожный сыр. Баночка у меня тоже заканчивается уже. Две упаковки макарон в запасник просто. Две упаковки спагетти. Спагетти буду готовить, наверное, или сегодня, или, может быть, уже завтра. Может быть, сегодня уже так что-нибудь перебьемся. Вот. Перчик тоже для этого же блюда мне нужен болгарский. Один у меня оставался, был куплен под меню, но, к сожалению, он у меня что-то то ли отсырел, то ли что в холодильнике. И, ну, в общем, пятнышко такое с плесенью было, пришлось выбросить. Также яйца докупила, конечно же, нам 30 штук не хватило, 10 у меня осталось. Но я думаю, что еще штук 20 точно до следующей закупки уйдет. Капуста квашеная тоже. Каждый день практически ем, мне нравится. Не ела ее никогда, никогда она мне не нравилась. В этом году я на нее прямо подсела. Распробовала ее, так сказать, в винегрете. И, в общем, теперь беру каждый день ее и ем. Без нее уже не могу. Все, продуктовая закупка на этом закончена. Ну, она такая внеплановая, потому что мне нужно было вот в основном мясо, да, докупить. И теперь давайте хозяйственные тоже покупки. Что взяла? Взяла, в общем, крышку для микроволновки. Честно скажу, не люблю эти крышки. У нас уже одна такая была, я ее выбросила, потому что мы все равно ее не пользовались. Не нравится, мне неудобно туда ее впихивать постоянно, на эту, на тарелку устанавливать. Но, в общем, все равно. Микроволновка пачкается, поэтому все равно взяла. Также из хозяйственных покупок еще у нас упаковка туалетной бумаги. Сеней, когда покупали ему одежду, взяла еще нам с Соней резинки. Представляете, уже потом дома в чеке увидела по 250 рублей. 250 рублей вот это вот. Сколько тут штучек, всего ничего. Ну, вот это еще ладно, тут хоть как-то побольше немножко. Но резинки хорошие. Вот, ну ладно, пусть будут. Дорговатые, конечно. Обычно я беру резинки фикс прайс, но там тоже, знаете, раз на раз бывают, ну, бывают нормальные, хорошие, прям упругие. Бывают прям позорные. Вот, ладно. И теперь самое приятное и самое красивое. Это вот такие вот зеленушки искусственные. Сегодня в магнит выставлена просто огромная коллекция весенняя. Там такое все красиво, в пастельных оттенках, со всякими ландышами, всякими зелеными растениями. Хотелось купить просто все. Я стойка, практически вот не обращая внимания, прошла мимо всех этих витрин, но не смогла пройти мимо витрин вот с искусственной зеленью. Когда ее стоит много, просто вот несколько витрин, это настолько красиво, это просто такое буйство зелени. В общем, не удержалась взяла, тем более, что мне было нужно. У меня искусственная зелень в доме постоянно требуется. Во-первых, потому что я не очень дружу с живыми цветами. Они у меня есть, но они у меня растут не везде и не всегда. То есть, вот они у меня на которых местах стоят, их вообще переставлять нельзя, иначе они сразу же стрессуют. Но у меня есть места, куда я не могу поставить живые цветы, ну, так скажем, условия не подходят. И вот как раз искусственных растений мне на этот случай крайне не хватает обычно. Я знаю, что многие не любят искусственные вообще вот эти зеленушки, искусственные цветы. Мне нравится, это вообще супер-мега практичный вариант и смотрится красиво. В общем, смотрите, я взяла три вот таких вот цветочка. На самом деле, вот этих вот цветов было, по-моему, четыре вида, может быть, даже пять. Я взяла только два вида, два вот этих одинаковых и одну травку. Травка у меня подобная есть такая из Fixed Price. Ну и, в общем, остальные виды, они были прямо, ну, сильно внешне пластиковые, даже вот издалека. Поэтому я не стала их брать. Взяла два одинаковых вот таких цветочка. Они как-то более-менее, ну, на натуральное похожи еще хоть как-то. И, чтобы разбавить их, взяла вот такую зеленушку. Они у меня пойдут вот на эту перегородку, скорее всего, потому что здесь раньше у меня стояли живые цветы, очень красивые. Они здесь прямо были, ну, вот идеально. Но так как тут довольно проходное место, их отсюда не один раз роняли. И, естественно, что они рано или поздно у меня загнулись и погибли. Поэтому сюда, ну, как бы запланировано давно было, что нужно поставить именно какие-то искусственные цветы, чтобы здесь, так скажем, немного вот эту вот зону оживить, сделать ее более цветной, жизнерадостной, ну, и как-то такой более веселенькой. Ну, мне кажется, хорошо. В общем, вот для этого места я вот эти вот три зеленушки и взяла. Но самая моя большая любовь сегодня случилась вот с этим вот искусственным цветком. Посмотрите, какая красота! Просто какой-то невероятный папоротник, такой классный, такой пушистый. Не все были красивые, а парочка была помятых, а парочка кособоких. Я выбрала, конечно же, самый ровный, самый такой вот геометрически правильный. В общем, обалденнейший просто папоротник. Он идет сразу же в таком вот тяжеленьком керамическом горшке, там какой-то наполнитель такой. Ну, в общем, он тяжелый, нормально устойчиво будет стоять. Это вот как раз вот магнитовская линейка Велфорд. В общем, вот такой цветок стоил 1000 или 1200. В общем, вообще цена супер для такого цветка, потому что он, ну, реально очень классный вообще. Может быть, поставлю его здесь. У меня вот там вот живой цветок, и он там, ну, я про него там часто забываю и забываю его поливать. Там бы, по идее, поставить искусственный. И вот здесь тоже живой цветок. Ему там нехорошо, потому что ему там жарко. Поэтому туда тоже, по идее, бы так-то искусственный. Ну, в общем, или туда, или туда поставлю, посмотрю, где будет лучше смотреться. И еще, друзья, если вы любите тоже, ну, неровно дышите, или нормально хотя бы относитесь к искусственным растениям, к искусственным цветам дома, у них шикарные просто орхидеи. В двух размерах есть маленькие, есть прям вот такие большие. Такие красивенные вообще вот. И от живых тоже очень сложно отличить, особенно на расстоянии. Вообще классные. Я крутила, вертела ее в руках. У меня есть живая орхидея, но она у меня два раза всего цвела. Дети ее все переломали, бедную, несчастную. Я уж думала, ну, может поставить мне искусственную такую орхидею. Очень красивая. Не посмотрела, сколько стоит, но, судя, в принципе, по ценнику на эти цветы, я думаю, что доступно. То есть вот этот стоил 1000, может там 1200. Те маленькие по 250, по-моему, рублей. Ну, там до 300 что-то. Я прям этой покупкой очень осталась довольна. Ой, Сенька самый довольный. Он со своей кукурузиной не расстается. Вон, купил какой-то набор бандан. Тоже. Я говорю, три платочка 900 рублей. Хорошие, да, обычные платочки. В огород мы раньше таких ходили. На голову повязывали. А сейчас это модно. А мы ходили в таких в огород. Нет, я еще помню, там, когда, ну, во времена там, когда еще в лагерь в пионерский ездили, такие модно были косынки. Только мы их называли не банданы, а косынки. Девчонки многие мы такие носили, да. Помните, так сзади завязывали. Спереди такие завлекашечки из волос еще выпускали. Прикольно. Футболку вот эту все-таки взяли, померили. Нормально села. Она такая длинная ему, но он сказал, так и надо. Так и, так и, так и, так и, говорит, должно быть. Сзади кресты, господи. Ну, и обычно вот такую, говорю, Сень, давай возьмем хорошая такая теплая кофточка. Это джемпер. В школу даже просто пододеть на холода, потому что одевают спортивные худи и в школе ругаются, что не по форме. Это, конечно, тоже не по форме, но это хотя бы более-менее деловой такой стиль получится, чем вообще с капюшоном худи. Футболка вообще дешевая, да. Что-то 800 рублей. Вообще класс. Вот, и на кофту, кофта тоже по распродаже 1400, 1399. Ну, кофта крутая, прям за эти деньги вообще шикарная. Качество хорошее, теплое, такая внутри на флисе, вообще классно. Банданы, резинки дорогие. Мама недовольна. Мама купила резинки за 200 рублей. За 500. Две штуки вышли на 500 рублей. Я-то никогда в жизни такие дорогие резинки для волос не покупала. Ну, и, друзья, пока вам рассказывала, тут все показывала, снимала. Илюша у меня съездил, забрал еще заказ в постамат. Ополаскиватели у меня пришли для посудомоечной машины. Вообще, обычно беру самат, ополаскиватель. Ну, как-то брала еще синергетики, брала вот такой же вандерлап. Сейчас у меня, по крайней мере, самат. Решила, ну, думаю, там у меня уже заканчивается. Думаю, надо заказать. Пока еще не поздно, пока еще не закончился полностью. Зашла ни на зон, ни на Ванберес, ополаскивать или нет. Есть, точнее, но там что-то по 800, по 900 рублей за бутылку. Ничего не поняла, ушла оттуда. Потом все равно вернулась, еще раз проверила. Ну, я не знаю, может, какие-то временные перебои с поставками, я не знаю. Ну, в общем, взяла вандерлап, он как раз был по акции. У меня две бутылки вышли, что-то 300 рублей, что ли. Ну, литр получается в общей массе. По акции цена вообще отличная. Поэтому взяла сразу две бутылочки. Нормальный ополаскиватель. Уже вот третий раз, наверное, я его беру. Неплохой. Прежде чем заняться разделкой мяса, сначала решила расфасовать все куриное филе. У нас уже отработанная схема. У меня есть помощник, который мне помогает быстренько отрывать пакеты отрывные, открывать их. То есть, у нас тут такой получается мини-фасовочный цех. Но на самом деле, это очень ускоряет процесс. То есть, я обычно очень долго ковыряюсь, пока каждую пачку вскрою. Пока оторву эти пакеты, пока расколупаю их, чтобы их нормально раскрыть. Пока все расфасую. Когда Сеня помогает хотя бы просто с пакетами, конечно же, процесс получается в два раза быстрее, это точно. Поэтому мы с ним быстренько все куриное филе расфасовали. Я всегда фасую поштучно. Да, может быть, это не очень правильно с точки зрения расточительства пакетов, экологии и прочего. Но чаще всего я готовлю именно по одному куриному филе, поэтому мне нет смысла даже по два складывать в пакет. Пробовала я как-то замораживать их отдельно, потом просто ссыпать их в пакет. Но что-то оно у меня в таком виде не очень хорошо сохранилось. Какая-то часть обветрилась, какая-то часть тинем вся снегом покрылась, поэтому мне такой вариант не понравился. Лучше сразу же свежую филешку завернуть плотненько в пакетик герметично, чтобы туда не было никакого доступа воздуха, чтобы она нормально сохранилась. Просто для фасовки куриного филе я специально беру рулон пакетов, такой прям небольшого размера, маленький. Туда в этот пакетик как раз помещается ровно одно куриное филе и сделать пакетом оборот вокруг, чтобы не поступал воздух. Ну а далее я занялась разделкой курочек. Делю их на так называемые запчасти, которые у меня пойдут в наборы. Из этих наборов я потом готовлю все, что угодно. То есть можно и на сковородке приготовить с каким-то соусом или просто пожарить. Можно запечь с овощами или отдельно просто в маринаде. Раньше я практиковала, ну я думаю, что кто на канале давно помнит, раньше я все куриные запчасти сразу же мариновала. То есть делала различные маринады, 3-4 вида и замораживала уже в маринаде. Этот способ очень крутой, потому что именно вот так, когда курица замораживается уже в маринаде, она получается потом гораздо вкуснее. Она как будто бы лучше промариновывается. У меня есть вакууматор и у него есть функция маринования. То есть это такой экспресс-вариант, если вы, к примеру, захотели пожарить мясо и сделать шашлык самостоятельно или там эту же курицу подготовить. То есть вы делаете маринад, помещаете мясо в этот маринад, помещаете это все в пакет для вакуумирования. Подставляете все это дело к вакууматору и вакууматор на специальном режиме маринования начинает как бы гонять воздух туда-обратно в пакет из пакета с давлением, естественно. И получается, что буквально за пару часов можно получить хорошо промаринованный шашлык или хорошо промаринованные крылья. Это реально очень удобный вариант, если вы не любите, к примеру, готовый покупной маринованный шашлык и любите его делать самостоятельно. И вам это нужно сделать быстро. То есть утром вот дома сами замариновали, в обед уже уехали, к примеру, на природу или вечером. Так вот, это я к чему? Если замораживать куриные части сразу же в маринаде, то на выходе по качеству маринации получается примерно то же самое, как после вакууматора вот с этой специальной функцией. То есть мясо получается классно, хорошо промаринованное, сочное. Вот оно прямо напитывается этим маринадом как раз за счет того, что во время заморозки маринад, видимо, проникает в мясо. Ну и плюс оно там сколько еще лежит в морозилке, прежде чем замерзнет. Ну и во время разморозки постепенно опять-таки этот маринад там, видимо, с мясом работает. В общем, замаринованное мясо за 2 часа до приготовления и замороженное уже в маринаде, это огромная просто разница. Очень давно уже, кстати, так не делала. Наверное, потому что не занимаюсь сейчас вообще подготовкой, заготовкой каких-то полуфабрикатов в морозилку. То есть по факту просто сейчас в основном складываю свежее, чистое, просто нарезанное мясо в морозилку. А потом уже думаю, что из него приготовить. Но если вы делаете заранее полуфабрикаты, делаете какие-то заготовки, храните их в морозилке, вот обязательно возьмите себе на заметку, что заранее замаринованное мясо, замороженное в маринаде, оно на выходе получается гораздо нежнее и вкуснее. В общем, я быстренько разделала всех курочек, поделила их на наборы для приготовления. Спинки остовые, все, что срезалось, пойдет у нас в набор для приготовления каши для собаки. Ну а затем еще быстренько обработала свинину, там нужно было только вырезать косточку, она опять же тоже пойдет у нас на бульон для супчика. Ну а все остальное мясо просто нарезала на небольшие кусочки, они у нас пойдут тоже в фасовку по 500 грамм на приготовление каких-то блюд. Друзья мои, всем доброе утро, продолжаю этот влог на следующий день. У нас сегодня была довольно тяжелая ночь, не буду, ладно, показывать молжей. Соня потому что не одета. Слышите? В общем, она у нас вчера маленько кашляла, но ночью сегодня затемпературила. Вышла из спальни ночью, слышу, вышла из спальни, легла там в прихожей на полу, начала реветь, что у нее болит живот. Я ее подрогала, она горяченная, у нее все, у меня болит зуб, у меня болит ухо, у меня болит живот. Температуру смерили 38,6, в общем, положила ее спать с собой. Илюша ушел спать к Степану, он тоже что-то всю ночь, нет-нет, проснется, ревет, тоже как будто что-то его беспокоит. Ой, короче, у нас сегодня была бессонная ночь, не выспалась совершенно, но все равно. Раз Соня болеет, встала утром, вот уже сварила компот, такую прям огромную кастрюлю, это самая большая кастрюля из всех, какие у меня есть. В общем, сделала с нектаринами, с абрикосами и с клубникой. Нужно уже подъедать запасы все в морозильном ларе, там столько у меня еще ягод, поэтому я прям побольше так положила, там, наверное, треть кастрюли, это вот как раз фрукты, ягоды. Потом, значит, тут у меня какая-то штука, куриный суп варю, как обычно, а это мясо, вот, ну, это у нас, я уже говорила, да, постоянное блюдо, потому что дети в основном только этот суп нормально едят, спастировала морковь. Лапшичку я в прошлый раз готовила, у меня как раз половинка осталась, поэтому сегодня с тестом не нужно тут стоять, мучиться, вот эту и добавлю. Так что вот такое вот у меня сегодня утро, это уже собакам стоит кастрюля, дедушка, папа мой утром уже встал, отварил, уехал сегодня за ламинатом в Новороссийск. Уже совсем скоро приедут мама с бабушкой, у них уже куплены билеты, они выезжают через три дня. У нас начали прокладывать газ, наконец-то, мы очень долго ждали этого момента, документы мы подали, по-моему, в прошлом году еще. В общем, компот у меня остывает, я быстренько пока довариваю суп, чтобы к обеду он у меня уже был готов, время уже как раз скоро обед, мы ждем врача, мы вызвали врача, поэтому я, конечно, пока никакими делами не начинаю заниматься. Что вы знаете, тут бардак особо не разводить к приходу доктора, в общем, сначала примем врача, потом уже буду чем-то заниматься. Цветочки новые, кстати, вот эти маленькие, пока поставила здесь, как и планировала, А вот этот вот цветок я поставила сюда вместо фикуса, потому что фикусу, мне кажется, что ему здесь, во-первых, темно, он тут что-то у меня вообще прям, он не растет, не развивается, ну, вообще никакого развития у него нет. И плюс он иногда тут сбрасывает листочки, ну, и как бы не очень все это тут гигиенично, да, согласитесь, тут мы кофе, чай делаем, живой цветок тут же стоит как-то, ну, не очень, наверное, это правильно, все равно же там какие-то бактерии в этом, в грунте, поэтому думаю, что, наверное, правильнее будет поставить здесь искусственный цветок. Ну, тут хорошо вписался. Так это, все-таки зеленушечка какая-то, так радостно и ярко, ну, и погигиеничнее все-таки. Я его, кстати, сполоснула под душем, ну, так, просто пылюку с него всю смыла, так что чистенький, нормально, хорошо он тут смотрится. Друзья мои, я только сейчас поняла, что кирдык моим шести кустам лаванды и двум юбкам, у меня же там цветочки были. Ой, жалко, конечно. Так, друзья мои, место встречи изменить нельзя, у нас уже вечер, я занялась приготовлением ужина, ничего сегодня так в итоге и не снимала, потому что долго ждали врача, пока у нас доктор приедет, назначили Соне лечение, ну, слава богу, в легких чисто, это, смотрите, у меня Сеня спит, посмотри, говорю, за малышами. Слава богу, в легких чисто, поэтому чисто нос промываем, полисорб назначили, ну, короче, так там, по мелочи. Я занялась приготовлением ужина, у меня, на самом деле, на сегодня было запланировано нечто более сложное, но так как времени уже 5, по сути, у меня есть полчаса на то, чтобы ужин приготовить, я решила, в общем, разморозила килограмм фарша, хочу сделать котлетки пожарить, также поставила гречку готовиться, гречку просто обсушила на сухой сковороде немножечко, залила водой, добавила свои домашние приправки, томат с базиликами, чесноком, соль, будет очень вкусно, кусочек сливочного масла потом туда. Так, для Илюши поставлю отвариваться макароны, он гречку не будет, ну, а сама сейчас прям займусь котлетами. Котлеты просто пожарю в панировке, люблю в сухарях, мне нравится больше. Сухари в этот раз, кстати, купила новые, я брала обычно Хорека сухари золотистые, мне нравятся, тоже мне их когда-то давным-давно посоветовали, я вот уже давно ими пользуюсь. В этот раз увидела вот такие вот сухари Панка, килограммовая тоже упаковка большая, не знаю, в деле еще не пробовала, они, по идее, должны быть такие крупные и воздушные при этом, это такая особенность сухари Панка, вот у меня есть от другого производителя в банке, и они, видите, выглядят вот таким образом. Здесь вроде бы все нормально было, но с этой стороны перевернуло, посмотрите, прямо в мелкую-мелкую крошку, прямо пыль сухарная. Будет. Соль. Это будут котлеты. Я не беру котлеты. Соль. Как это? Котанюшка. Соль. Соль. Вау, нога не... Мама, они нога. Перец. 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 На каком это языке? Перец. 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 Я не люблю перец. Нет, не люблю. Мам-ням-ням. Так, фарш у меня уже прокручен сразу же с луком, поэтому я его не добавляю. Так, добавляю хлебушек вымоченный. Ой, такой-то спорный вопрос вечно. Хлеб вымоченный добавлять или не добавлять? Я по-разному делаю. Бывает с хлебом, бывает что-нибудь из овощей. Помогай. Никакой грязи нету. Это я вымешиваю фарш. Что вы грязи? Такой вот фаршик. Яйцо я в котлеты не добавляю, я стараюсь хорошо отбить фарш, и тогда яйцо не требуется. Но если, к примеру, готовлю фрикадельки, как в прошлом видеоролике, тогда я добавляю все-таки это яйцо, потому что их потом будем перемешивать на сковородке. Ну, в общем, там надо, чтобы они прям точно хорошо форму держали. В общем, просто перемешиваю до однородности. Если фарш получается жидковатый, вот вы не можете его вот так в комочек взять, можно добавить панировочных сухарей немного. А потом его вот так вот отбиваем. И он становится вязкий, однородный. Начинает хорошо держать форму. Дети, что вам так смешно? Видите, такой, как пластилин становится такой. Ну и что, будем лепить котлетки. У мамы подсмотрела, пока она у нас живет. Много всего интересного узнала. В общем, мама формировала котлетки вот так вот, прямо на большом подносе. И я поняла, что это, наверное, очень удобно, раз она так делает. В общем, сделаем так же. Сразу же их тут можно и выложить. Ну, в общем, чтобы сначала все сформировать, а потом уже жарить разом. Потому что я не умею параллельно и жарить, и формировать. Я не знаю, как это так особо умелицы делают. У меня так не получается. Мне надо все по очереди, по порядку. Иначе у меня будет плохо и то, и то сделано. Мама, да, это не такие... Ну, сушки, ничего, такие сухарики, хорошенькие. Мама, я тоже такие умею. Мама, я тебе посиплю, Маргарин? Я сама обязательно вот так вот еще в руках отбиваю фарш. Он становится еще более податливый. Так. Вау! Мама, где? Впустили. Впустили. Ну что, друзья, я закончила, макароны отварила, гречка готова, масло уже сливочное добавила, котлеты, в общем, пожарила, не понравилась мне эта панировка, нехорошие сухари, не буду больше их брать. Какие-то они как в кашу превращаются, клейки становятся, клёклые, фу, в общем, не знаю, конечно, все равно до пользы, деньги-то уплаченные, но больше брать не буду. Тут у нас компот еще и суп только что убрала, представляете, только что еще только суп остыл, убрала в холодильник, так что все, сегодня моя миссия выполнена. Друзья мои, далее у меня будет довольно длительный, минут на 13, обзор одежды больших размеров, которую я заказывала с Валберис, понимаю, что это далеко не всем интересно и не всем актуально, поэтому, друзья, кого это не интересует, для кого это не актуально, на этом моменте вы можете закончить просматривать этот видеоролик, огромное вам спасибо, что были сегодня вместе со мной, ну а кому интересно, что можно из одежды заказать больших размеров, но приличного, симпатичного с Валберис, то вы можете продолжать смотреть это видео. Друзья, давайте покажу обновки одежды за последний месяц, что покупала, что заказывала, это сейчас не в качестве рекламы, а просто я знаю, что для таких девчонок, как я, в теле полненьких, ну всегда большая проблема что-то себе из одежды подобрать. Так, в общем, первые три позиции это брюки, все из одной линейки, но два разных фасона, одни брючки идут вот такие вот на шнурке, но шнурок здесь чисто декоративный, здесь очень хорошая плотная резинка и двое брюк без шнурка, просто на резинке. Ткань лапша, очень приятная к телу, очень носибельная, вообще такой практичный материал, очень прикольные брюки, они идут, ну то есть фасон такой широкий, они, в общем, у продавца идут все в одной карточке. Брала одного размера, но по факту те, которые на шнурке, они чуть меньше, чем те, которые без шнурка. Вот эти брюки я брала для дома, просто дома носить, вообще классные, просто невероятно удобные. И вторые из этой же линейки, видите, но немного другая фактура. Вот эти вот черные брюки я брала, уже их ношу вне дома. То есть это такой вариант вообще универсальный, напялил и пошел. Опять же, повторяюсь, хоть с кроссовками, хоть с туфлями, хоть с ботинками, то есть я их и с пальто ношу, и с курткой со спортивной. Вот эти вот, они идут чуть-чуть побольше, хотя они одного размера с серыми. Так как мне не очень понравились, я заказала для дома еще одни, вот такие вот в зеленом цвете. Но остановилась все-таки вот на этой вот модели, которая идет с нашивкой, потому что они чуть посвободнее. Расцветок там очень много, серые, черные, розовые, там зеленые, фиолетовые, каких только нет. Они такие прямо легкие, вообще классные в носке. Вот эти вот двое я оставила дома ходить, а вот эти вот черные я ношу на улицу. Вот буквально из последнего заказа у меня были вот такие вот брюки. Я еще, конечно, когда их мерила, долго сомневалась оставлять, не оставлять, в итоге все-таки оставила. Мне не очень понравилось, как они смотрятся, может быть, с ботинками. Я вообще их брала под ботинки, у меня такие, ну типа берцев. И мне нужны были брюки, которые будут заканчиваться над ботинками, то есть такие немного укороченные. Но так как сам по себе размер одежды большой, то все брюки обычно всегда длинные. На удивление, эти брюки оказались не очень длинные, то есть, ну, чуть может быть длиннее, чем я бы хотела, но вполне допустимо. Вот, мне не очень понравилось, конечно, вот это вот оформление низа. Здесь, получается, видите, ткань прищепнули и пришили вот такую вот манжету. В принципе, брюки неплохие, но вот именно с ботинками, как я хотела, мне не очень понравилось, как они смотрятся. Зато они обалденно классно просто смотрятся с кроссовками. То есть, вот именно такой вариант тоже, опять же, напялил и пошел. Я говорю, я долго сомневалась, оставлять их или нет, но они реально неплохого качества, поэтому все-таки решила оставить. Хорошая такая, видите, широкая плотная резинка. Я люблю, чтобы брюки были на резинке. Есть хорошие глубокие такие нормальные боковые карманы. Качество ткани хорошее, плотная, прямо такая ткань прошита, все хорошо. Ну, в общем, решила оставить. Буду, скорее всего, все-таки именно с кроссовками их носить. Вот это, вот это у меня, в общем, с маркетплейса я ссылки оставлю. Потому что, значит, я заказала себе брюки. Сначала заказала джинсы, сначала заказала вот такие вот светло-голубые. Это модель Камамсы, но, конечно, я их когда получила, думаю, капец, они огромные. Потом померила, нет, нормальные. Это не они огромные, это я не маленькая. Ну, в общем, модель сама по себе идет вот в этом месте широкая, поэтому, конечно же, в большом размере они тоже тут, ну, такие прилично широкие. В принципе, мне понравились. По качеству, ну, такие нормальные, не так, чтобы вау прямо, но сойдет. Сели они неплохо, единственное, что, опять же, раз большой размер, то вот это вот место на щиколотке, да, оно довольно широкое. И они мне, опять-таки, не очень хорошо подошли в длину. То есть, либо нужно их делать загибку в несколько раз, это смотрится не очень, либо, наверное, придется их отдать тогда в ателье, чтобы длину немного убрали. И, соответственно, если уберут длину, то они будут заканчиваться в довольно широком месте, поэтому, может быть, немножечко их заузить снизу. А так, модель, конечно, прикольная здесь получается. Снизу вот такой вот еще, такая прострочка спереди. Ну, классно смотрится. Вот это место довольно хорошо сидит, тут как бы свободненько, животик скрывает. Ну, в общем, джинсы довольно неплохие, поэтому, поэтому, несмотря на то, что они, может быть, сели не так, как я бы хотела, я заказала еще вторые, но взяла на размер поменьше. Потому что вот эти вот все-таки чуть-чуть не великоваты, но я все равно их оставила, а вот следующие заказала на размерчик поменьше. У них, в принципе, та же самая беда, то есть с длиной брюк, и что эти брюки заканчиваются довольно-таки широко, опять же, потому что большой размер. А вот, конечно, в талии, в бедрах они уже сели получше, потому что немного поменьше размерчик. Получается, одни я взяла 38 размер, а после них уже взяла 36 размер. Вот 36 как бы получше сел. Так, потом, значит, следующая покупка такой прямо вот зимний вариант одежды. Это я заказала вот такие вот леггинсы. Леггинсы очень крутые. Я брала специально такой теплый вариант, чтобы вместо штанов с каким-то удлиненным свитером. Они очень теплые. У них, посмотрите, внутри вообще какое покрытие. Они невероятно приятные к телу. Их прямо надеваешь. Они тебя как будто нежно обнимают. Очень классные, хорошее качество, очень теплые. И вот это вот место мне понравилось. Резинка хорошо сделана. То есть, даже на большой живот они довольно-таки высоко надеваются. Ничего не скатывается, не сползает. Вообще классные леггинсы. Ну и последняя покупка. Это уже не с маркетплейса, поэтому ссылочкой не поделюсь. В общем, заказала. Ой, куп заказала. Купила себе вот такие вот брюки. Это тоже такой универсальный вариант. Они как бы не классические, но можно и с каблуками надеть. И опять же, можно с кроссовками. Это тоже такой теплый, утепленный вариант. Зимний, на холодную осень, на холодную весну. Ткань хорошая, плотная. И по тактильным ощущениям они как будто бы из шерсти. Я не знаю состав, я не посмотрела на этикетки. Но они прям такие очень приятные, тактильные к телу. Ткань, видите, такая вроде как бы немножечко как будто шерстяная, но прямо такая нежная-нежная. Тоже очень хорошая моделька. Неплохо сели. Они тут получается прямые, то есть одной ширины. Ну и здесь в области живота хорошо все очень сделано. Мне понравилось. Тоже боковые кармашки есть. И резинка тоже широкая. Посмотрите, какая хорошая, плотная, тугая резинка. В общем, классная. Из теплых кофточек взяла себе вот такой свитшот. Тоже ссылку на него не дам, потому что тоже брала просто в магазине. Классный. Вообще такой красивый небесно-голубой цвет. Качество вообще отличное. Но больше всего, что мне понравилось, это то, что он внутри вот такой вот бархатный, плюшевый. Такой приятный к телу. Просто вот его тоже надеваешь. И ну вот тебя как будто окутывает чем-то таким мягким, пушистым. Вообще невероятно просто кайфовый. Так приятно его на себя надевать. Он большой, такой уютный. Ну, в общем, очень классный свитшот. Я его нашла на стойке с распродажей. Представляете? Он мне обошелся. Что-то там, ну, порядка тысячи рублей. По-моему, даже дешевле. 900, что ли. Вообще просто какая-то, я не знаю, невероятная находка. Так, ну а все следующие вещички, по-моему, с Валберс. Поэтому ссылки будут. В общем, заказала себе вот такую вот, ну, не знаю, как это называется. Блузка, что ли. Ну, в общем, мне нужна была какая-то кофта. Легкая, нетеплая, но при этом с удлиненными рукавами. Я вообще люблю очень вот такой фасон. Ну, стараюсь, чтобы у меня в гардеробе всегда хотя бы одна такая кофточка была. И вот последняя у меня уже прямо износилась. Уже дырка на рукаве. Поэтому, думаю, надо найти снова что-то подобное. Немного, может быть, не та ткань, которую бы я хотела. Потому что вот это такой вариант. Прям не так, может быть, чтобы прямо сильно праздничная. Но все-таки это ткань с люрексом. И, ну, то есть, уже, к примеру, со спортивными штанами не оденешь. Но все равно ее оставила. Она такая, прямо, видите, довольно легкая, немного прозрачная. Так, следующая кофта. Это тоже свитшот. Тоже теплый вариант. Этот я уже заказывала на Валберес. Брала наугад вообще по размеру. У этих свитшотов нет размерного ряда. То есть, они идут все одного размера. Девчонки, конечно, кто стройнее, похудее. На них этот свитшот прямо такой, ну, прям супер оверсайз. Такой прямо огромный. На ком-то прям большой до колен. На меня сел прямо как надо. Вот именно как хотела. Ни в обтяжку, ни длинный, ни огромный. Вот как положено. Качество хорошее. Мне понравилось, что большая горловина. У меня шея крупная. Я очень не люблю, когда воротник прямо под самую шею. Я не могу меня психологически даже больше, чем физически. Такие воротники душат. Поэтому мне нравится, когда воротник все-таки посвободнее. Здесь вот как раз такая довольно большая резинка. По низу тоже идет резинка широкая. Качества у меня вообще никаких претензий нет. И изнутри он тоже, посмотрите, такой флисовый. Потом заказала обычную вот такую вот черную базовую футболку. Смотрела именно, чтобы была такая немного с удлиненной линией плеча. Чтобы рукав был все-таки, ну, такой ближе к локтю. Вот. По качеству, ну, такая обычная футболка. Футболка и футболка. Ну, и последняя кофта. Это тоже вот такой белый свитшот. Этот уже более легкий такой вариант. То есть он, я бы даже сказала, видите, такой полупрозрачный. Хлопок, скорее всего, с чем-то. В общем, не знаю, понравился тоже этот свитшот. Здесь, получается, у него на рукавах есть манжеты. И по низу тоже есть вот такая вот резиночка. Размер хорошо подошел. Это я взяла 4XL. Хорошая кофточка. Здесь тоже спущенная линия плеча. Такая прострочка сделана. Не знаю, понравилась. Мне хорошо смотрится. Ну, и сразу же, друзья, покажу. Вместе с одеждой заказывала себе вот такой вот корсет. У меня, ну, периодически бывают боли в области лопаток, между лопаток. В общем, я поняла, что мне просто необходим корсет именно вот для вот этой области, для этой зоны, где лопатки. Для того, чтобы, ну, выровнять спину. Я вам хочу сказать, в общем, я его заказала. Потому что, на самом деле, сложно было найти корсет в большом размере. То есть, их не так много. В основном они все идут там 46-48 максимум. Это я взяла большой 3XL размер. Я вам хочу сказать, что это вообще просто невероятно крутая штука. Меня этот корсет просто спас. Иначе к Новому году я бы, мне кажется, уже вообще не согнулась и не разогнулась. Я его надела буквально вот сразу же, как только я его нормально зафиксировала на себе, у меня тут же прошла боль. То есть, я первый день, ну, так пробно поносила его буквально, там, может, полчаса. А потом уже начала его носить по рекомендации. Там схема была приложена. Ну, в общем, получается всего 2 раза по 2 часа с перерывом 2 часа. На протяжении 21 дня нужно было его носить. Я проносила меньше. То есть, 21 день его нужно носить для формирования правильной осанки. Мне же нужно было срочно избавиться от боли в спине. И мне хватило буквально, может быть, дней 5-6. Вот я его поносила и все. Очень классная штука. Реально спину выпрямляет. Хорошо там расслабляет вот эту лопаточную область. И даже когда уже снимешь, еще очень долго вообще спина не беспокоит. Единственный минус от такого корсета, это то, что он довольно сильно давит в области подмышек. То есть, чтобы он хорошо держал спину, его нужно довольно туго зафиксировать. И чем туже ты его фиксируешь, тем больше он тебе жмет в подмышках. То есть, где-то через час носки, даже может быть быстрее, подмышками уже такая боль. То есть, ты не можешь ни руки поднять, ты делать ничего не можешь. Потому что у тебя просто впивается там все в подмышки. Вот. В общем, я его никуда далеко не убираю. В случае необходимости его просто достаю и надеваю, какое-то время ношу. Он боль в спине снимает. Чуть не забыла еще, в общем, из обновок пальто. Долго тоже очень выбирала. Опять же, потому что большой размер. Сложно найти именно то, что тебе нужно. Да еще и в этом размере. Не очень, честно скажу. То есть, изначально вообще, когда начала искать пальто, не рассматривала вот такие вот варианты чебурашечные. Не очень мне это все дело нравится. Но больше просто ничего не смогла себе выбрать. В итоге, уже один раз это пальто надевала и поняла, что вообще это просто моя любовь. Оно удобное, оно комфортное, оно довольно теплое. Ну, по крайней мере, на нашу зиму прямо отлично. Цвета есть разные. То есть, там очень большой ассортимент цветов. Там какие-нибудь салатовые, фуксия, фиолетовые. Вот такой вот зеленый, как у меня. Ну, и, конечно, обычные классические цвета тоже в ассортименте есть. Сейчас вот, чтобы не ошибиться, по-моему, 50% точно это шерсть и 50% еще что-то. Ну, и опять же, друзья, выбирать-то особо не из чего было, да, исходя из моего размера. Поэтому, в общем, остановилась вот на таком. Ну, не знаю. Я, в общем, им осталась довольна. Мне очень понравился цвет, мне понравился фасон. И я была приятно удивлена, когда поняла, что оно все-таки действительно теплое. То есть, вот, на нашу зиму будет прямо отлично. То есть, зимой именно носить. На этом, мои дорогие, я с вами попрощаюсь. Огромное вам спасибо, что заглянули ко мне в гости. Увидимся с вами в следующем видеоролике. Я вас всех люблю, всех вас целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok